А вот за горами потянулись луга и песчаные обрывы, потом проплыла сидящая в глубине зеленого сада Аннаевская дача. И, наконец, показалась прекрасная Самара. Громадный город, который протянулся до самых пароходных пристаней. Здравствуйте! Сегодня мы с вами читаем записки путешественника Василия Сидорова, которые увидели свет около 130 лет тому назад в Петербурге. Оказавшийся в Самаре ненадолго и в какой-то мере случайно, Сидоров, наверное, что-то здесь не увидел. В чем-то ошибся. Но зато многие другие вещи бросились ему в глаза и были описаны гораздо точнее, чем если бы это сделал человек, живущий в Самаре. Итак, возвращаемся на 130 лет назад вперед в путь. Одним лишь жить, одно любить. Блаженству сердца нет другого. А душе пленительно хранить. Предания прежнего, родного. Насколько хороша Самара с Волги и насколько живописно раздеглась она амфитеатром по берегу, выставив на вершине холма, как богатую корону, замечательный собор. Настолько же этот громадный город пылен и тосклив внутри. А в течение трехлетних месяцев представляет собой и вовсе печь Вавилонскую. Трижды я бывал в Самаре. И все три раза это первое впечатление только усиливалось. Распланирован этот город по-американски правильно. Но улицы его содержатся неряшливо и производят впечатление какого-то далекого и скучного захолустья. Правда, Самара постоянно растет. И на улицах ее появляются новые дома. Но все это всегда мне казалось очень-очень скучным. Самара пьет соки всех окрестных городов. И как паук, сидя в центре громадной паутины, находится на пересечении Великой Сибирской железной дороги. Сюда по Волге плывут караваны судов. И здесь они разгружают свои товары в поезда. А Самара тем временем думает только о том, чтобы карман ее стал толще с каждым годом. А Самара отпускает по 400 тысяч пудов различных сортов табака в год. А весной, когда река Самарка скрывается раньше Волги, на ее берегах кипит такая бурная деятельность, что кажется, ты попал не иначе, как в большой приморский порт. Тысячи людей бегают тогда по берегам Самарки и носят на спине кули пшеницы. А скрип, стуки, крики сливаются в невообразимый хаос. Мне этот город напоминает молодого человека, который растет, крепнет и переходит из детского возраста в юношеский. Сегодня у него непомерно длинные руки и ноги, припухлые губы, но при этом он имеет все задатки, чтобы завтра превратиться в настоящую волжскую красавицу. Своими заборами, деревянными домишками, лавками, лачугами, крутыми и скверными улицами Самара сползла к самой Волге с ее многочисленными пароходными пристанями на берегу. Недостовремечательностей, некрасивых частных зданий здесь нет. Старый Самарский Кремль, а также крепостные бойницы и башни давно канули в лету, и от былого времени сохранились лишь две старушки церкви. Пыльные улицы, пыльные площади, поросшие травой пустыри, духота и жара. Вот что находишь в Самаре. Каменные дома Самары, имея кирпичные фасады, выглядят недостроенными. Длинные, прямые, параллельные Волги улиц тянутся бесконечно, пробегая по знойным пустырям. В высшей точке города, среди гигантского пустыря, окруженного сквером, выжится прекрасный собор Александра Невского. Ярко-красный, кирпичный, с 14 серебряными куполами и очень красивый колокольней, он прелестно венчает город и придает ему красивый облик, привлекающий всякого, едущего по Волге. Внутри собор богат отделан и производит приятное впечатление. Торговым центром Самары является Алексеевская площадь. Здесь располагаются и лучшие магазины города, и унылоглядящий губернаторский дом, и длинное зеленоватое здание окружного суда с белыми карнизами и полуколоннами, и красивый сквер, в котором поставлен памятник Александру Второму. Этот памятник – лучшая достопримечательность Самары. Он стоит на высоком виде стали из красного гранита, окруженный фигурами, изображающими важнейшие достижения его царствования. Царствование государя, военный подвиг которого соседствуют с гражданскими. Это вместе с тем и памятник той России, которую создал император, подаривший ей великие реформы. Понеболе останавливаешься в грустной задумчивости перед этими фигурами, которые олицетворяют освобождение крестьян, поколение Кавказа, военные завоевания в Средней Азии и помощь славянским племенам в Европе. Вне всяких сомнений, этот памятник – лучшее украшение пыльного волжского города. Кроме памятника, обращает на себя внимание также маленькая часовенка, митрополита Алексия, который стоит ниже, на берегу Волги, на высоком каменном фундаменте. Эта часовенка представляет собой четырехугольный купол. На внешней ее стороне можно видеть фреску, изображающую митрополита. Перед этой фреской всегда горит лампада. Эта часовенка стоит у базара, где всегда происходит оживленный торг. И торговый люд толпами ходит помолиться в нее, стоящую, как утверждает легенда, на том самом месте, где некогда высаживался сам митрополит, который возвращался из Золотой Орды и оставал здесь, в тогда еще совершенно глухих местах, небольшую обитель. Самара служит центром кумысных заведений. И во все эти многочисленные и благоустроенные заведения, которые окружают город, со всех сторон съезжаются на май и июнь больные чахоткой. Но всех больше заслуживает внимание так называемая Аннаевка, отличающаяся и своим положением на берегу Волги, на так называемом висячем камне, и благоустройством, и прекрасным садом, и чудными видами на реку. С разных балконов и башенок красивой Аннаевской дачи открываются виды один лучше другого. В конце главной улицы, Дворянской, располагается небольшой, но очень красивый городской сад Струковский с тенистыми аллеями, цветниками, плещущим фонтаном и рестораном, с террасы которого открывается дивный вид на Волгу. Летними вечерами сюда, в этот сад, сходится вся Самара, послушать музыку и посетить летний театр. Противоположный берег с зелеными скатами лугов и рощами Альшаника и Асокаря простирается здесь, как на ладони. Вдали синеют ломаной линией Жигули, маняясь жаркого города. А вся Волга покрыта золотыми блестками, так как будто бы в середине ее разбилась баржа с золотым жемчугом. И теперь этот жемчуг волну носит в далекое море. Здесь же, неподалеку от Струковского сада, сохранившего имя своего прежнего владельца, на Большой площади стоит прекрасный театр. Он кирпичный, но израстцы и башенки придают ему очень элегантный вид. И вид на Волгу от театра тоже великолепный. А за театром по откосу своими белыми стенами живописно сбегает вниз к Волге монастырь с высокой колокольней и красивым собором красного цвета. Внутри этот собор бледно-голубой, а в центре его помещается большая картина снятия с креста. Пустота храма, его скромное, если не сказать бедное убранство, унылое пение монахинь, а еще больше летнее васильковое синева нева, которая смотрела в окна, все это показалось мне таким угрюмым, что я успешил выйти из собора и медленно побрел в город. Здесь в монастыре живет замечательная личность игуменья мать Сусана, которая является чуть ли не на каждый проходящий мемопароход, прося подаяние на монастырь. Все, кто часто ездит по Волге, хорошо знают эту монахиню, которую не удерживают от сбирания скудной лепты ни погода, ни время года. Я с ней тоже познакомился. Это сгорбленная небольшая старушка, с лицом покрытым глубокими морщинами, с проницательным взглядом, полным неутомимой деятельности, с толстой клюкой в руках, с кожаным мешком и с копилкой у пояса. Она со всеми знакомится, со всеми разговаривает, прося свою лепту. Для каждого она находит ласковое слово, с каждым умеет говорить и по грошам неустанно собирает свою лепту. И дают, дают прохожие, так из лепты трудовой вырастают храмы божии по лицу земли родной. Когда я отъезжал от Самары, город снова показался мне во всей карасе. Серебряные купола собора сияли на солнце, а дома, церкви, лачуги и лачуги слились в один пестрый и очень живописный хаос. Самара медленно пропадала вдали, обещая в будущем затмить всеволжские города и красотой, и торговлей, и благоустройством. Припав к самой Волге, она пила из нее воду и купалась в ней, понимая, что именно Волгой она будет и красива, и благоустроена. Вот такой увидел Самару путешественник Василий Сидоров, автор книги «По Волге от Валдая до Каспия». Напомним, что книга эта увидела свет еще в 90-е годы позапрошлого века. Но, несмотря на то, что многое с тех пор изменилось, путешественник сумел рассмотреть главную красоту нашей с вами Самары. Предание прежнего родного душе пленительно хранить. Блаженство сердцу нет другого, как жить одним, одно любить. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров Корректор Игорь Негода Ел